В стартовую четверку Норильского Никеля вошли Николай Каневец, Кирилл Погорелов, Сергей Пономарев и Юрий Костыгин. Место воротах занял Василий Белов. С первых секунд игры норильчане провели несколько опасных атак, и к концу первой минуты старания «Металлургов» были поощрены забитым голом Николая Каневца. Подопечные Александра Соколова продолжали играть в агрессивный мини-футбол, раз за разом нанося острые удары по воротам Ивана Подобного. На восьмой минуте Ян Кузинок на дриблинге обошел двоих соперников, а Сергей Куманкин завершил эпизод, отправив мяч точно в угол ворот «Динамо». 2-0. После того, как счет увеличился еще на один гол, Тимур Олегберов взял минутный перерыв. Впрочем, разговор футболистов «Динамо» с тренером не изменил ситуацию на площадке. На 12-й минуте Погорелов в чистом подкате отобрал мяч у Вилды. Костыгин подхватил футбольный снаряд и протащил его до штрафной. Сыграв в одно касание с Ханевцом, Юрий сделал счет разгромным 3-0. «Динамо» обескуражен таким ходом игры. Болельщики на трибунах восторженно ликуют. Этот гол словно разбудил гостей. «Динамовцы» завладели инициативой и начали активно наседать на ворота Василия Белова. Норильскому голкиперу пришлось использовать весь свой вратарский арсенал, чтобы не позволить сопернику забить гол. Впрочем, за две минуты до кончания первой половины игры натиск подопечных Тимура Олегберова увенчался успехом. Гол забил Денис Бурков. Второй тайм стартовал так же активно, как и первый. «Динамовцы» владели мячом и били поворотом Белова со многих позиций. Однако их удары не доходили до цели. Контратаки норильчан были острые, но в последний момент либо подводила точность игроков, либо на пути мяча вставал вратарь «Динамо» Иван Подубный. События в матче сосредоточились в середине площадки. Веская борьба, частые падения. Но приятно отметить, что все происходило в рамках дозволенного. На 16-й минуте второго тайма Сергей Сытин пробежал с мячом через всю площадку и сильно послал мяч по воротам. Футбольный снаряд прилетел рядом со штангой. В ответной же атаке Анатолий Бадреддинов оказался точнее. Счет сократился до минимального 3-2. На этой же минуте мяч чудом не залетел в ворота Белова, попав сначала в перекладину, а затем в штангу. Но «Динамовцы» все-таки добили своего и сравняли счет. 3-3. Мяч забил Нандо. Матч завершился боевой ничьей. Если бы это, наверное, была команда не «Динамо», может быть, все бы закончилось, забили бы еще и все. Но это команда очень серьезного уровня. И мы понимали прекрасно, что здесь будет игра до последних секунд, будет борьба. Мы это настраивались. Очень хочется выиграть дома, выиграть на риске. Мы вот эту первую победу хотели бы, конечно, посвятить болельщикам. Понятно, что мы начали игру очень плохо и по движению, и по концентрации. Поэтому те голы и те моменты, которые возникали, возникали не случайно. По-настоящему включились в игру, только когда начали 3-0 проигрывать. Наверное, это как раз только та ситуация, которая смогла команду встряхнуть. Добавили в движение, добавили чуть-чуть концентрации. И потихоньку начали игру выправлять. И второй тайм уже гораздо лучше сыграли. Команда такого уровня, как «Динамо», не должна себе позволять те ошибки, которые мы совершили в начале матча. К сожалению, наверное, мы не были немножко готовы к тому, что Норильск начнет играть агрессивно. И мы прекрасно знали о том, что при своих болельщиках эта команда старается показывать агрессивный футбол. И, к сожалению, к первым минутам мы не были готовы. Наверное, отсюда и такой отрицательный для нас результат. Стоит отметить, что до этой игры в матчах против «Динамо» Норильский Никель не брал очки на протяжении пяти лет. В ответ на матч Евщелково, который состоится 8 февраля, решится, кто пройдет в полуфинал Кубка России.